Перед вами подготовлена молитвенная комната «Моё сердце, Дом Христа». Это собрание проходило для нашего женского служения в церкви СОУ. Есть такое послание, в Ефесянам записано «Додаст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом его во внутреннем человеке, веру и вселиться Христу в сердца ваши». Если коротко объяснить этот стих, можно сказать «Пусть по вере ваше Христос вселится в ваши сердца». Есть также ещё одно место, когда Иисус сказал ученикам «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Моё, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придём к Нему, и обитель у Него сотворим». Интересное место. Наверняка здесь не говорится о наших квартирах или домах, будинках, что Бог придёт в наши дома и сотворит там уют и обитель. Это говорится о нашем сердце. Покаяние был тот момент, когда мы пригласили Христа в своё сердце. Но в нашем сердце очень много комнат. И чтобы познакомить Христа с этими комнатами, Его нужно пригласить в каждую комнату. Итак, каждая сестра подходила сюда и сканировала здесь этот QR-код, проходила по ссылочке, и здесь перед ней было на трёх языках, на украинском, на российском и на английском, такие интересные послания из этой статьи. Давайте посмотрим внутри, что нас ждёт дальше. Как я уже ранее отметила, покаяние является первым шагом для приглашения Иисуса Христа в наше сердце. Итак, перед нами первая комната — библиотека. В своём роде это комната нашего разума. Она имеет толстые стены, но она очень маленькая, и она осуществляет контроль над всем домом. Здесь висят картины, лежат книги, журналы на журнальном столике. Но когда я вошла туда с Христом, мне почему-то стало неловко, когда Он стал оглядываться на всё здесь находящееся. Странно, раньше мне нравились эти книги и эти изображения, но потом мне было не по себе того, что Христос смотрит на эти изображения и эти книги. И я сказала, «Господи, я знаю, что эта комната нуждается в трансформации и в изменении. Пожалуйста, помоги мне здесь это сделать». И Иисус сказал, «Хорошо, я помогу. Тебе придётся убрать все эти книги и поставить туда книги Священного Писания. Конечно, от изображений будет сложно избавиться, потому что они сидят в нашем сознании. Но и в этом я могу помочь тебе. Пожалуйста, повесь мой портрет туда, и он будет помогать тебе не вспоминать эти изображения, которые висели у тебя до этого». Из библиотеки мы направились прямо в столовую. Эта комната была просторная, комната моих вкусов и желаний. Я любила проводить там много времени. Мы сели за стол, и я, как всегда, принялась обедать. Иисус спросил меня, что сегодня на обед? А я ответила, «Моё любимое — потроха, кости, остатки, кожура, чеснок прямо из Египта. Все эти мирские услады мне очень нравились. И я ничего не находила в том, что здесь что-то не так. Но я заметила, что Иисус не притронулся ни к одному блюду. И я спросила его, «Господь, почему же ты не притронулся ни к одному из этих блюд?» Бог сказал, «Я питаюсь пищей, которая неизвестна тебе. Это пища — исполнение воли пославшего меня». В тот момент он дал мне возможность вкусить эту пищу. Я не могу ни с чем сравнить вкус этой пищи. Только она приносит удовлетворение и насыщение. Все остальное приносило только разочарование. Затем мы пошли в гостиную. Это была уютная, просторная комната. Здесь были мягкие диваны и кресла. Атмосфера была, можно сказать, интимной, спокойной. Ему тоже понравилась эта комната. Он сказал, «Чудесная комната. Давай будем приходить сюда каждое утро и общаться». Будучи молодой христианкой, только что уверовавшей в него, я даже не могла представить, что я могу что-то выбрать иное, как эти утренние часы общения с ним. Но потом, малу-помалу, под давлением обстоятельств моей занятости, я стала пропускать часы этого утреннего общения со Христом. Бывало так, что я даже пропускала дни. Однажды, быстро, спеша на работу, я, как всегда, опаздывая, я пробегала мимо гостиной и заметила, что дверь в гостиной была открыта. И свет горел в этой комнате. Мне стало немножко не по себе. Ведь это же я пригласила Христа в своё сердце. Ведь это я пригласила быть гостем Его в моём доме. Почему же тогда я пренебрегаю им? Я зашла в комнату и сказала, «Господь, прости меня. Прости, ты приходил сюда каждое утро?» Иисус сказал, «Конечно, ведь я обещал приходить сюда каждое утро». Он сказал, «Знаешь, твоя проблема в том, что ты думаешь, что чтение Библии и молитва этого утреннего общения со мной лишь только для твоего духовного роста. Относись к этому, что это время значит и для меня многое, ведь я дал высокую цену, чтобы иметь эти отношения с тобой». Через некоторое время Христос спросил меня, «Есть ли в доме твоего сердца мастерская?» «Да, есть. Она находилась в подвале дома моего сердца. Так давайте пройдём туда». Я редко туда заходила. Там был верстак, какие-то инструменты. Ну вот, Христос, это моя мастерская. Иисус спросил, «А что же ты делаешь?» Я взяла изделие, которое изготовила в своей мастерской, и показала Иисусу. Иисус, взглянув на них, сказал, «Вот эта безделушка, это всё, что ты делаешь в своей христианской жизни?» «Да, я хотела бы делать что-то лучшее, что-то более великое, большее и красивее. Но ты знаешь, я неловкая, и мне не хватает умения делать что-то более прекрасное». Иисус сказал, «Я знаю, что ты неловкая, и знаю, что не всегда у тебя получается делать что-то лучшее. Позволь моему духу работать через тебя. Пусть он возложит свои умелые и талантливые руки на тебя. И тогда ты увидишь, что ты можешь делать намного великое, чем лишь это». Следующей комнатой была комната досуга и развлечения. Иисус спросил меня, «Как же я развлекаюсь? Как же я провожу своё время для развлечений?» Я, если честно, избегала этот вопрос. Мне казался он неудобным, потому что некоторые связи, которые я имела, и некоторые места, куда я ходила, мне бы не хотелось, чтобы он знал о них. Однажды я собиралась на одну такую встречу, и Иисус сказал, «Я пойду с тобой». «Нет, Иисус, я не думаю, что тебе стоит идти. Я встречаюсь с иными людьми сегодня. Вот завтра я иду на молитвенное общение. Завтра мы можем пойти вместе». И тут же меня осенила мысль. Ведь я пригласила Христа в своё сердце. И мы договорились делать всё вместе. Почему же есть что-то в моей жизни, что я хочу делать без него? Я получила хороший урок. Без Христа не может быть хорошего, доброго временипрепровождения. Он кардинально изменил эту комнату. И с тех пор музыка и смех звучат всегда здесь. Как-то однажды он спросил меня, «Какой-то странный неприятный запах доносится из этого чуланчика?» «О, этот вопрос я не хотела слышать». Иисус добавил, «Кажется, там даже пахнет мертвечиной». Я знала, что там была прогнившая мертвечина. Я так сильно её любила, что мне даже самой себе было сложно признаться о её существовании. Если честно, мне трудно описать моё состояние. Я просто была в ярости. «Ну как, Иисус, я пустила тебя в библиотеку? Я пустила тебя в столовую, в гостиную? Мы даже были в мастерской!» Но это уже слишком. Но Иисус, узнав мои мысли, сказал, «Если ты думаешь, что я буду мириться с этим запахом, то ты ошибаешься. Мне придётся переехать куда-то подальше, чтобы не слышать его». Я просто призналась. «Господи, у меня нет сил убирать этот чулан». Иисус сказал, «Я знаю, что ты бессильна. Я знаю, что тебе не хватит сил убрать его. Разреши сделать мне это». И я дрожащей рукой, нехотя, отдала этот ключ Иисусу. Однажды меня посетила мысль. Я анализировала и думала о том, что тем временем, когда я убираю одну комнату, другая покрывается пылью. Я просто не успевала содержать порядок везде, во всех комнатах одновременно, ради Христа. Тогда я подумала, может быть, он возьмёт ответственность за мой дом, как в том чуланчике. И я спросила, «Господь, до этого времени Ты был гостем в моём сердце, а я была хозяином. Может быть, Ты возьмёшь ответственность и будешь управлять этим домом вместе со мной? Я хочу быть слугой, а Ты стань хозяином моего сердца». «Конечно», — с радостью ответил Иисус. Я побежала за документами, в сейф достала. И со всей радостью своего сердца переписала этот дом на Иисуса Христа. Теперь Он здесь хозяин, а я слуга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok